Физкульт привет! Друзья и ученики и просто случайный зритель. Один из самых часто задаваемых мне вопросов, это вопрос о спортивном питании, о спортивных добавках и конкретно о аминокислотах. И сегодня, друзья, я вам расскажу, и это не реклама, это действительно то, что я стал принимать сам, принимаю на постоянной основе. Еще двух недель не прошло, я чувствую просто шикарно. Такое я чувствовал только когда впервые попробовал креатин, это было почти 30 лет назад. Сейчас мое восстановление проходит просто на ура и общее самочувствие. Я это связываю именно с приемом этих аминокислотных комплексов. О чем речь? Первый препарат, с которым я хочу вас познакомить, это Эргамин. И второй препарат это Эль-Лизин. Почему и чем уникальны эти препараты? А вы знаете меня, друзья, если бы это был очередной посредственный продукт, то я даже не стал бы о нем упоминать. Не то, что там показывать видео. Но после того, как я его опробовал на себе, не могу не поделиться с вами этой информацией. Данный продукт по своим свойствам и производствам действительно не имеет аналогов в мире. Все вы меня не хуже знаете о важности аминокислот в нашей жизни. Особенно тех, кто регулярно и тяжело тренируется. Это естественно. Либо занимается тяжелым физическим трудом. Все мы также знаем, что многие производители спортивного питания используют дешевое сырье. Либо вообще продают под видом аминокислот прессованный протеин. Да, такие факты тоже встречаются. И поэтому я делюсь с вами действительно по-настоящему уникальным аминокислотным продуктом. К тому же разработанным и созданным нашими учеными. Продукт, как я уже и говорил, называется Эргамин. Продукт Эргамин идентичен идеальному белку, что очень и очень важно. Идеальный белок это понятие, которое пришло к нам от медиков. Оно принято медиками всего мира. Это белок, в котором 18 аминокислот, 10 заменимых и 8 незаменимых. В определенных пропорциях. Повторюсь, Эргамин полностью соответствует этому белку. Его очистка равна невероятным 92%. Больше достичь невозможно из-за погрешности измерительных приборов. Благодаря чему аминокислоты и усваиваются из Эргамина на 75%. Чего не скажешь о других продуктах. Уже через 20 минут после употребления аминокислот Эргамина, вы будете уверены, что в вашей крови есть полноценный аминокислотный состав. Что очень и очень важно. Впервые, кстати, я услышал о этом продукте на канале у моего друга Юры Спасукукотского. Юра разговаривал с консультантом компании Аполукс. А именно, эта компания производит данные на кислоты. Кандидатом биохимических наук. Разработчиком и создателем биопродуктов. Имеющим, кстати, за плечами 250 научных публикаций и 47 патентов. Эриком Михайловичем Тер-Саркисяном. Которому, к слову, уже 80 лет. Его младшему сыну сейчас всего 12. Я попросил у Юры дать неконкретные компании и связался с ними. Так как очень заинтересовался именно этими аминокислотными продуктами. Мне прислали 6 банок Эргамина и 6 банок Эль-Лейцина. Я многое пробовал в своей жизни. И уже после недели приема реально почувствовал работу данных продуктов. В виде повышения восстановления после тренировок. И выносливости во время самих занятий. Как железом, а также и на льду. Вы прекрасно знаете, надеюсь, помните, что я также играю и в хоккей. Являясь хоккейным вратарем. Такое в последний раз я испытывал реально, когда впервые 30 лет назад попробовал приатин. Аминокислоты это основные элементы, из которых образуется белок. Они содержатся в каждой клетке нашего тела. Комбинации из 20 аминокислот образуют в организме тысячи белков и ферментов. Которые, друзья, различаются по структуре и по составу. В зависимости от функций, которую они выполняют. Белки мы получаем вместе с едой. Это мы с вами знаем. Когда пища переваривается и белки расщепляются на аминокислоты, которые затем поступают в кровь, попадая в наши клетки. Клетки отбирают те аминокислоты, которые нужны им для строительства новых структур и для образования необходимых веществ, ферментов. Гормон, антител и прочих. Чтобы поддержать необходимый для синтеза ферментов и новых клеток объем аминокислот, человек, как мы знаем, должен съедать примерно 150-200 грамм чистого белка в день. К сожалению, мы не соблюдаем это правило и поглощаем в разы меньше белка, чем нужно. Потом удивляемся, почему мы недовосстанавливаемся, почему мы не растем. В 21 веке питание цивилизованного человека несбалансированное. Никто с этим не спорит. Оно на две трети состоит из углеводов. Белки, которые человек получает из пищи, тоже расщепляются не полностью. Максимум на 30%. Кроме того, на фоне наших стрессов, роста хронических заболеваний, растет скорость распада белка в организме. Постоянное белковое голодание, друзья, это распространенная проблема диетологии 21 века. Не будем забывать и об этом. Чтобы восполнять возникающий дефицит белка, нам нужно получать дополнительный строительный материал из внешних источников. В таком случае на помощь нам приходят аминокислоты в виде пищевых добавок, которые быстро восполняют дефицит белка и поддерживают правильный баланс питательных веществ в организме. Эргамин, друзья, как я уже и говорил, это смесь 18 аминокислот в свободной форме. В соотношении близком к яичному албумину, принятому в мире диетологии как стандарт белка. Мы это с вами тоже прекрасно знаем. Эргамин анекислотный комплекс, способствующий нормализации белкового обмена. Свободные аминокислоты обладают уникальной способностью активизировать процессы регенерации. Эргамин смесь из 18, друзья, в свободной форме в соотношении близком к яичному албумину. Это нужно тоже четко очень понимать. Эргамин анекислотный комплекс способствует нормализации вот этих самых белковых обменных процессов. Препараты серии Эргамин получают путем полного кислотного гидролиза, белка и тонкой химической очистки аминокислот. Их содержание в препарате составляет не менее 90%. В качестве материала для производства продукта используют кератин, содержащий сырье животного происхождения. При совместном использовании с органическими селеносодержащими веществами, насколько я помню, Эргамин активно подавляет ВИЧ-инфекции. Об этом свидетельствуют работы врачей и различные исследования. В настоящее время вы можете их найти в свободном доступе. Результаты апробаций аминокислотного комплекса подтверждают многофункциональное воздействие этого комплекса на организм, оказывающие не только профилактический, но и лечебный эффект. Исследования, проведенные в Московском институте общей клинической патологии, показали, что аминокислотные комплексы, рекомендованные лицам со сниженными силами организма, страдающим респираторными и вирусными инфекциями, очень хорошо помогают и в борьбе с этим. С целью профилактики препарат рекомендован лицам с выраженным иммунодефицитом. Обратите на это тоже особое внимание. Повышенной физической и умственной нагрузкой, о чем мы уже говорили раньше. Ферменты играют важную роль в различных биохимических процессах в организме, друзья. Не забывайте, наиболее важной функцией ферментов является ускорение и запуск биохимических реакций в организме. Исследования биохимии организма последних лет обнаружили, что синтез ферментов возможно только при наличии в плазме крови полного комплекта из 18 аминокислот. Так что, друзья, думайте сами своей головой, что принимать, когда, где и зачем. Самое важное, что разрабатывают данные препараты не бизнесмены или просто люди с улицы, и даже не спортсмены. Научный потенциал компании сформирован из группы российских ученых, начавших деятельность в институте имени Курчатова генетики биохиммашпроекта. Друзья, как и где приобрести, я оставлю ссылочки в описании к этому видеоролику. Попробуйте, поверьте, вы полюбите так же, как и я эти препараты. И о чем я еще хотел бы вам сказать. Друзья, всегда в первую очередь обращайте внимание на то, насколько качественно вы питаетесь. Как хорошо вы восстанавливаетесь, куда входит режим дня, сон, полноценный ночной сон и хотя бы 15-30 минут днем нужно поспать или просто полежать. Тогда тренировки будут давать максимальный эффект, максимальный результат. Ну а мы, как всегда, увидимся с вами в тренажерном зале. Не забывайте делиться данным роликом в своих соцсетях, ставить лайк и увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.